Добрый вечер! На некольки дзен наведывание открытого акционерного товариства «Медпласт», областной инспекции Министерства по податках и сборах, СЭС «Гомель-Ратон» и широкого объекта Урагачевского района. А напереды дни члены итальянской делегации, отказанные за развитие спортивного супрацовництва, сострелись с гомельскими коллегами. Дмитрий Котов протягнет. Супрацовництва помеж Гомельской областью и регионам Тоскана усталявалось от 3 года тому, после подписания ответного погоднения на Гомельском экономичном форуме. Документ продуглеживает обмен опытом в развитии 12 видов спорта. Уже неодноразово отбывались визиты спортсменов за обо двух боков. Наступные запланованы на сакай век будущего года. Одинная проблема, которая возникает в этой сфере, связана с юными спортсменами. Каникулярный период у гомельских и итальянских школьников не супадает. И фактически идеальное время, либо начало июня, поскольку дети в Италии учатся до середины июня, либо время пасхальных каникул, которое каждый год меняется. Поэтому мы в этом году делаем ставку на последнюю неделю марта, поскольку католическая пасха будет как раз 27 марта. Представники делегаций неодноразово наведывали гомельшину и зауседы высоко оценивали узровень спортивных объектов. На их думку, многие наводпероузыходят итальянские пляцовки. В будущем плануется не только проводить тренировочные сборы на территории нашей области, а и организовывать турниры, которые будут иметь международный статус. У свою чергу это позволить полепшить показчик экспорту туристичных послуг и повысить узровень гомельских спортсменов. У развития спорта у Италии улику мировых лидеров, а стать лепшим можно только, когда тренируешься с лепшими. Конечно, у нас очень много таких групп, которые уже побывали в Италии, но неоднократно уже побывали и в Италии, и здесь. Это гимнасты, это биатлонисты и это мини-баскетбол. А остальные группы таки были поездки разовые, связанные с выездом именно в Италию. Но сейчас у меня совершенно конкретное поручение, и я настроен привести сюда и развивать тему по плаванию, по теннису, большому теннису, и также по ной и каяк. Дмитрий Котов, Сергей Климович, телерадио «Компания Гомель». Сегодня у Гомеля отбылась коллегия землеупорядковальной службы Аблвыконкама. Тема, вынесенная на обмеркование – рациональное выкористание земельных участков на территории областного центра, а так само выники работы со зворотами грамадян. Как означали на коллегии, у опошних годов великая колька зворотов от физичных и юридичных особ поступает в землеупорядковальную службу Аблвыконкама. И тенденция практически не изменяется. За 9 месяцев этого года их поступило больше, чем 3800. До того, что означаются выпадки нерационального выкористания прационных ресурсов, когда одной проблемой могут одразу займаться некольки специалистов. Необходно в первую шаргу повысить отказность кожного за свою працу. Ставится до проблемы человека, как до особистой. Что тыжится с воротов, которые поступают в областную землю в парадковальную службу, то их колька снизилась в паровнании с минулым годом. За 9 месяцев 2015-го уся год 209. За их 41% от ЖХРУ Гомеля. Каждое нарушение, оно влечет как минимум всплеск желания отстоять свою точку зрения. Поэтому наша задача в этой части работать на высоком профессиональном уровне, чтобы никаких упреков в этой части не было. Нас беспокоит использование земель. Здесь тоже должно быть образцовое использование, потому что цена в городе Гомеля земли, конечно же, высока. И непозволительная роскошь, когда одни желают получить участок и не имеют такой возможности, потому что земель нет, а другие имеют эти земли и их нерационально используют. На передней Дню Гомеля обмерковывали творческие планы телеканала «Беларусь-4». Размова на эту тему отбылась во время встречи с коллективом телерадиокомпании «Гомель» старшиной Национальной державной телерадиокомпании Республики Беларусь. Причем Геннадь Давыдька не только выказал свою кропку гляджения, а лей принял удел у записи программы «Добрый вечер, Гомель». Олег Сентюров с подробностями. Канал «Беларусь-4» у Гомеля працует в вереснях этого года. Эфир начинается в 6.30 ранее и протягивается без перепынки, а маль 18 годин каждый день, включающие выходные. До телеканала «Беларусь-4» в старшине Национальной державной телерадиокомпании Республики Беларусь Кеннадь Давыдьки особливые относины. Уресе канал только начинает свою работу и есть немало питаний по его наполнениям, по сутности, обычная справа для каждого нового проекта, хоть агульная концепция канала заразумелая. Из рупора кричат там, потом кто-то просто кричит, а есть такое доверительное общение от человека к человеку в семье. Вот у канала «Беларусь-4» именно такая миссия доверительного общения на месте с людьми, то есть знать проблемы местности и пытаться их помогать решать людям. И вот с этим начинает рядом проектов, в том числе канал «Беларусь-4» «Гомель» справляться. Геннадь Давыдька-Перекананы, новый телеканал повинен обоязково супразовничать с местными органами Улады. По великим рахунку, это еще один информационный ресурс, который будет поведомлять об наибольшь актуальном для региона. У «Гомеля», например, с этого месяца на канале «Беларусь-4» будут выходить 10 новых программ, сярою таких сказано-зроблено, да и лохоб здоровье, надзвучайная ситуация, «Гомельский Олимп» и «Великий тур» по Гомельским краю. «Беларусь-4» – это великолепная площадка для реализации самых смелых, самых интересных творческих идей. Буквально с этого месяца в нашем эфире появится ряд новых программ, самые различные тематики. Я думаю, они будут интересны нашим телезрителям. И я надеюсь, что «Беларусь-4» станет добрым другом в каждой семье «Гомельчан». Почас наведывания телерадиокомпании «Гомель» сашиня национальной державной телерадиокомпании становится гостем одной из новых программ на «Беларусь-4» – «Добрый вечер, Гомель». Размова об роли литературы в жизни, чему необходимо обоисково читать книги, как выглядая муза и, когда приходит наткнение. По великим рахунку, у студии уже не только керавник самого великого медиахолдинга Украины, а ле перш за все – заслуженный артист Беларуси и литератор. До речи, зараз Геннадь Давыцька працует над драматичной поэмой и некакими киносценариями, а ле сегодня у студии гучасть верши, выдадзенной у гэтам годзе книги «Лов слов». Я не написанная у розной гады, а ле обоисково от усяго серца. Малюсь, чтобы промысел Божий сопутствовал воле поэта, и чтоб не ушел порожним почтовый вагон рассвета, чтоб не было счастья натужным, чтоб не было гнета сомнений, чтоб было кому-нибудь нужно и это вот стихотворение. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, Телерадо и компания «Гомель». Декада в учебный автомобиль завершилась в Гомельской области. Головная задача мероприемства, Держа-Аутоинспекции и предприемства «Белтэхагляд» высветлить узровень маэстро уважения у аутошколах и техничный стан транспорта. Витальдогий протягне. Отразу отзначим, что в учебный автомобиль по техничных характеристиках значно больше складаны, чем звычайные транспортные сродки. Особные элементы кирования продублированы и вынесены на пассажирское место справа от водителя. В настоящее время уже ряд нарушений выявлен, составлены административные протоколы, ряд предписаний на те или иные автошколы будут направлены руководителям данных автошкол. Повышенная небеспека любого транспортного сродку доказов не потребует. Але я назначна повелишивается, коли за руль садится в ушень. У этой ситуации многое залежит от маэстерства выкладчиков практичных занятков. Их веды и в опыту кончатковым вынеку дадут починающему водителю шанс посбегнуть ДТЗ. Если общее число осталось неизменным, 220 часов, однако все произошло внутри этих 20-20 часов. 170 часов стало теоретических занятий, то есть на 10 часов меньше, чем было. Зато увеличилась практическая часть на 10 часов. Таким образом, 170 часов стало теоретических занятий и 50 практических занятий. Конечно, увеличение числа практических занятий сказывается на качестве выпускаемых учеников, потому что, несомненно, самое важное внимание надо уделять именно практике. С початку этого года молодыми водителями в регионе было учение на 8 ДТЗ, у яких 11 человек отрымали травмы. У минулого года за аналогичный период отбылось 12 ударений, у яких 14 человек потерпели, трое загинули. Виталь Довгий, Дмитрий Радзянко, телерадио «Кампания Гомель». Гомельчане отрымали машины сходить на спектакль у кинотеатр. На гэтым тыдне предприемство «Кинотаур» запустило уникальный культурный проект. Трансляция лепших постановок, які идуть на сценах Лондона, Нью-Йорка и Парижа, стане макшимой в режиме онлайн на экранах гомельских кинотеатров. На першем показе побывала Марина Северьянова. Спутник, размещенный на даху, примая пятиканальный сигнал и глядач трапляя на постановку у один из ведущих театров свету. Почали проект с трансляцией у записи спектаклю «Патворы Шекспира» «12-я ноч». 400 годзи его ставить по усім свете. Усе роли наваджа ночи, згодна с традициями Шекспира, выконвують только мужчины. На уникальное мероприемство пришли люди розного взросту и культурных густов. Для гомеля это впервые, можно сказать, такая практика, но, тем не менее, о ней я слышала в Минске и даже была на каком-то подобном мероприятии в кинотеатре «Центральной». Поэтому я очень рада, что гомель теперь будет проводить такие мероприятия. Очень любопытно сходить, потому что в университете читала еще это произведение и хотелось было посмотреть. Интересно очень. Зарубежная литература была, в принципе, специализацией в университете, поэтому, когда я увидела, сразу по ссылочке прошла, чтобы прочитать, что это такое. Ну, очень заинтересовала, потому что действительно для гомеля это что-то такое необычное, экзотическое, я бы даже сказала. Хочу посмотреть, как это будет смотреться на большом экране, вот, и потом уже делиться какими-то впечатлениями со своими друзьями. Любое мероприятие – это праздник для гомельчан. А не от того, что там Шекспир или кто-то другой. Любое мероприятие, которое приносит удовольствие людям, это просто прекрасно в Гомеле. Чем больше их будет, тем будет любая выставка, любой новый показ, любой спектакль просто здорово. 10 листопада в Гомельских театралов чакая онлайн-показ спектаклю «Гамлет». Але обмежуется трансляция только театральных постановок, организаторы не будут. На экранах гомельских кинотеатров будут демонстрироваться оперы, рок-концерты и даже футбольные матчи. Как вот был Баты Реал, когда в нашей стране все любители приняли телевизором, кто не попал на стадион, в Борисов. А у нас это будет такая возможность. И я думаю, для молодежи это будет просто, вообще для всех, это будет большой подарок. Кто любит футбол, кто любит рок, кто любит... Мы такую возможность имеем. Марина Северьянова, Яухин Макеенко, телерадиокампанія «Гомель». Новины регионы, информацию о проектах телерадиокампанії «Гомель» вы можете знайсця на нашем сайте в интернеті по адресі www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Студия працавала Маргарита Швукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.